Летом все стараются побывать на море, но, к сожалению, отправляясь на отдых, многие забывают о правилах безопасности. Такое халатное отношение к собственной жизни и самое страшное – к жизни детей – зачастую приводит к трагедии. С начала лета на территории района утонуло 11 человек. Вам нужна скорая, полиция. 26 июля на пульт единой диспетчерской службы поступил звонок с информацией, что в море на матрасе уносят людей. Происшествие случилось на диком и необорудованном пляже поселка Очуево в полутора километрах от базы отдыха Лебяжий берег. На место сразу же выехала спасательная станция в составе четырех водолазов, а также дежурные смены отряда Кубань-Спас и инспекции маломерных судов. Но из-за большого расстояния и потерянного на дорогу времени операция из спасательной перешла в поисковую. По прибытии на место происшествия выяснилось, что по халатной преступности, по-другому не могу назвать взрослых, в море на матрасе оказались двое детей. Два мальчика, один 2014 года рождения и 2011 года рождения. Мужчина, увидев, что матрас с детьми уносит в море, решил самостоятельно доплыть и вернуть матрас. Он пошел в воду, поплыл, видимо не рассчитав свои силы физические, он просто не доплыл, не вернулся. Старший ребенок, увидев, что матрас с детьми уносит в море, помощи никакой просто нет, потому что все спасатели, все службы оперативные, они только выдвигаются к месту происшествия. Видимо, он принял решение прыгнуть с матраса и поплыть к берегу. Волной, скажу так, что повезло, его выброшил на рыбацкие сети, где он был снят сотрудниками главной инспекции маломерных судов. Второй ребенок 2014 года рождения, к несчастью, погиб. Трагедии можно было бы избежать. В этом месте запрещено купаться, о чем сообщает специальный знак. Но проигнорировав все запреты, взрослые, вопреки здравому смыслу, выбрали местом для отдыха не только непроверенное место, но и удаленное от спасательных служб. Результат такого преступного безрассудства – гибель двух человек, в том числе ребенка. На территории Чуевского сельского поселения официально разрешенными местами и оборудованными спасателями являются два места для купания. Это наш пляж-кемпинг-оазис и база отдыха «Лебяжий берег». Данные территории полностью оборудованы, имеют медицинский персонал, спасательную службу, огорожены буйками, проведено водолазное обследование дна Азовского моря. Все остальное территория является запрещенной для купания. Уважаемые жители, гости Слоянского района и гости Ачуевского сельского поселения. Мы просим убедительно купаться только в разрешенных для этого местах и не нарушать правила безопасности на воде. Несмотря на запрещающие знаки, установленные практически по всему побережью, не на случившуюся трагедию, дикие пляжи опять полны людей. Дети снова купаются в необорудованных местах. Уважаемые взрослые, не надо думать, что вас эта беда может обойти. Дети тонут за считанные секунды и очень тихо. Вы даже понять ничего не сможете, как трагедия уже случится. Непроверенное дно очень опасно. Ямы, ветки, арматура, невидимые под водой, отбойное течение. Неужели стоит рисковать жизнью ради такого моря, да к тому же заваленного мусором, который не постыдились здесь оставить прежние отдыхающие. Есть правила безопасности поведения на воде, и их нужно соблюдать так же, как и правила дорожного движения. Купаться только в разрешенных местах, не прыгать в воду с вышек, не распивать алкоголь и постоянно следить за детьми, не позволять им самостоятельно находиться в воде. Что касается побережья в Очуевском сельском поселении, то там организована работа рейдовых групп, которые будут выявлять отдыхающих в запрещенных местах и составлять на них административные протоколы. Может хоть угроза заплатить штраф, остановит безответственных отдыхающих. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».